Подготовка техники к весеннеполевым работам – одна из основных задач сегодня, заявил региональный министр сельского хозяйства. Другая – заготовка посевного материала, горючего, минеральных удобрений. Всего в этом году предстоит засеять 780 тысяч гектаров, столько же, сколько и прошлой весной. Краевые власти и банки готовы оказать помощь аграриям, как в плане субсидий, так и в выдаче кредитов. В общей сложности тот объем, который мы планируем, инвестируя в сельское хозяйство, это порядка 3 миллиардов рублей из всех источников, плюс, конечно, банковское кредитование на весеннеполевые работы, на строительство, на приобретение техники и оборудования и Росагролезинг. Соответственно, мы уже подписали соглашение с Минсельхозом России на сумму порядка 600 миллионов рублей. В течение конца февраля-начала марта мы должны эти средства начать доводить до производителей. По словам представителей банков, сельхозпроизводители активно заявляются на предоставление кредитов. Например, у Россельхозбанка на рассмотрении сейчас около 50 заявок. Я хотел бы отметить значительный рост кредитных заявок, причем по всем направлениям. Это и пополнение оборотных средств, это и инвестиционные заявки. В банке создан штаб по проведению сезона полевых работ, где четко администрируется весь кредитный процесс, практически каждая заявка на контроле. На краткосрочные кредиты край возвращает аграриям 20% от ставки рефинансирования, а по инвестиционным кредитам погашает 1 треть от ставки рефинансирования. В более выгодной ситуации находятся предприятия мясной и молочной отрасли, которым финансируется 3% сверх ставки рефинансирования. Средства сельхозпроизводители могут направить на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, а также ветеринарных препаратов. Продолжение следует...